Как гром среди ясного неба прозвучало заявление сенатора Киинова про качество казахстанского хлеба. Депутату, оказывается, давно нравится вкус французской булки, а вот отечественная буханка ему не угодила. На своих вкусовых предпочтениях сенатор не остановился и продолжил шокировать. Так, не раздумывая, Киинов разоблачил многолетнюю технологию производства. Он заявил, что хлеб, произведенный в Казахстане, это едва ли не оружие массового поражения. В этих дрожжах есть формалин. А формалин – это яд, который применяют, чтобы сохранить трупы. Это яд, а она есть в этих дрожжах. О том, что формалин входит в состав дрожжей, Людмила Головацкая слышит впервые. Хлеб в собственной пекарне 64-летней пенсионерки замешивают и выпекают по старой технологии. Рецепт Людмила узнала более 30 лет назад, когда еще будучи девушкой, сама работала на хлебозаводе пекарем. Дрожжевое тесто обязательно выдерживают в специальной посуде до двух часов и лишь потом отправляют в печь. Такой способ закваски, по мнению хлебопеков, помогает избавиться от картофельной палочки в готовой продукции. Я начинала пекарню свою с белых. Там тоже была столовая большая, у нас цех был. Потом в 1994 году меня перевели в точку центрального Орса. Выпекать хлеб. Впервые о формалине в хлебе слышат и в лаборатории Национального центра экспертизы и сертификации. Именно здесь проверяют качество формового еще до того, как предприятию дают лицензию на выпекание хлебопулочных изделий. Специалисты поясняют, подобный показатель не регламентируется техническим регламентом. Согласно технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, где нормируются все показатели безопасности, содержание формалина в хлебе не регламентируется. Соответственно, испытательная лаборатория не проводила испытания на определении данного показателя. Токсичные элементы – свинец, кадмий, мышья, картофель, пестициды определенное количество, пределы допустимых лобов. А между тем, медики серьезно обеспокоены. Формалин – это смертельный яд, и получить отравление можно даже при вдыхании паров. Особенно опасно его содержание в продуктах массового употребления. Наличие формалина в хлебе может вызвать необратимые последствия. При попадании возникают жжение, боль и чувство давления в груди, одышка, учащение сердечной деятельности. Открывается рвота и начинаются судороги. Смертельная доза при этом составляет 60-90 мл. При первых признаках необходимо сразу обратиться к врачу. Правда, к нам с подозрением на отравление формалином не обращались. Заменить хлеб на прилавках на бездрожжевой призывают потребители. Он, по мнению горожан, не только безопаснее, но и полезнее. Готовится он не одни сутки, а потому пекари уверены, что подобный продукт номер один будет не только кардинально отличаться по вкусу и внешнему виду, но и существенно прибавит в цене. Да, очень сложно. Мы ее готовим за день раньше, чтобы приготовить опару, надо, чтобы она поставила в темном месте два дня. Приготовить опару. Потом, как она будет готова, мы уже большое количество сделаем опару, потом распределяем на количество хлеба, а потом делаем багеты, формовые, маленькие хлеба. О том, что качество казахстанского хлеба действительно изменилось, видят и в Министерстве сельского хозяйства. На вкус формового влияют не только дрожжи, но и пшеница. А ее качество за последние пять лет значительно ухудшилось. По словам заместителя министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова, большая часть собранного урожая пшеницы пятого класса. Причина ухудшения качества кроется в плодородии почвы. Фермеры годами не удобряют землю. К тому же вредят урожаю и болезни. Качество пшеницы с каждым годом падает. Надо сказать, последние пять лет качество казахстанской пшеницы падает. Это ряд факторов есть. Первое – это природноклиматические условия, влажность. Второе – то, что десятки лет не вносились те же элементарные удобрения, потому что истощение почвы идет. Сельхозник просто выкачивал, сеял ежегодно ту же пшеницу, ячнику. И вот с прошлого года такая напасть, никогда в Казахстане не было, это почти болезни. Почему та же минимальная обработка, но у Киева, о которой мы говорим, она дает сегодня обратный эффект. Хотя до этого рекламировалось, что это все будет красиво, все хорошо. Станет ли казахстанский фарамовой вкуснее, покажет время. Сейчас Минсельхоз начал собственную проверку. По ее итогам и станет ясно, кто ответит за качество отечественного хлеба. Ксения Полениц, Алидаржу Мускану, Фирбал Махашев, информационная служба, телекомпания «Утро». Алидаржу Махашев. Алидаржу Махашев.